В этом видео я расскажу и покажу тебе более подробно про один из способов, как сделать твою презентацию еще круче, еще интереснее. Мы с тобой будем вставлять видео и фотографии в такие вот необычные фигуры и формы. Мы с тобой по финалу даже сделаем вот этот слайд, который ты видишь. Расскажу тебе, как обычную фотографию, как обычной фотографии придать вот такую креативную необычную форму или даже вставить ее в иконку, в целую такую фигуру. После этого урока научишься делать даже вот такие слайды, когда видео можно вставлять в текст. Сможешь сделать так, так, так или так. Привет, меня зовут Миша, я учу делать тебя необычные презентации. Давай сразу же начнем. Я заранее подготовил вот такую презентацию демо для тренировки. Ты ее сможешь скачать по ссылке в описании и повторять все действия за мной, для того, чтобы сразу закреплять все полученные знания. Первое. Расскажу, как это вообще работает. Мы в Powerpoint можем фотографию, абсолютно любую фотографию, помещать в абсолютно любую фигуру. Как это вообще работает? Давай сначала объясню принцип. Если зайти на вкладку вставка, выбрать фигуры, вставить абсолютно любую фигуру, разместить ее над фотографией. Тут еще очень важен порядок выделения. Сначала я выделяю фотографию, затем я выделяю фигуру, захожу на вкладку формат фигуры. Здесь есть инструмент объединения фигур и тут я выбираю просто пересечение. И у меня фотография помещается в эту фигуру. Все достаточно просто. Но нам этого недостаточно. Нам нужно придать фотографии какую-то необычную форму. И тут нам помогает вот этот первый слайд. Сразу скажу то, что это все уже фигуры. Это обычные кисти. Я их рисовал сам для другой презентации. Я их рисовал в Adobe Illustrator. Но он нам с тобой сегодня не понадобится. Мы эти же фигуры, даже такие вот необычные формы, будем рисовать в Powerpoint. Чуть попозже покажу как. Принцип с такими фигурами, он точно такой же. Допустим, я могу скопировать вот эту фигуру, вставить на этот слайд, разместить ее точно таким же принципом над фотографией, так чтобы она у меня полностью пересекалась. И принцип точно такой же. Выбираю сначала фотографию, потом выделяю фигуру, захожу на вкладку формат фигуры, инструмент объединения фигур, выбираю пересечение. Оп. Все супер просто. И фотография, она превращается в такую фигуру. Причем я тут же могу дополнительно еще ее кадрировать. Если нажму на фотографию правой кнопкой, выберу пункт обрезать, то могу фотографию даже там увеличить, поперемещать в этой фигуре и ее расположить на слайде, а в правую часть уже любой текст, любую информацию добавить, которая нужна. Второе. Как поместить фотографию в иконку? Точно таким же принципом. Единственное, ну немного алгоритм наш будет отличаться. Если зайду на вкладку вставка, здесь выберу инструмент значки. В Powerpoint есть стандартные значки, но ты можешь скачивать их любые из интернета. Самое главное, чтобы они были в формате SVG, именно формат Powerpoint, именно чтобы мы смогли иконку перевести в нашу фигуру. Потому что если сейчас выбираю вот эту иконку, видим то, что у меня здесь вкладка формат рисунка. Powerpoint отображает это как рисунок. Для начала мне нужно выделить эту иконку, зайти на эту вкладку формат рисунка. Здесь есть параметр преобразовать фигуру. И в принципе все. И теперь вот у меня фигура. Принцип дальше точно такой же. Выделяю картинку, выделяю фигуру. Захожу на вкладку формат фигуры, инструмент пересечения. Оп, все. Точно так же могу увеличить. Поставить, допустим, в центр слайда. А слева, справа накидать уже дополнительную информацию, которая мне нужна на слайде. Но вот мы видели вот эти такие необычные фигуры. В Powerpoint есть свои фигуры, но они достаточно скучные. Всякие треугольники, квадраты. А как же нам вот такие необычные фигуры сделать в самом Powerpoint? Я нашел этот способ. И вот сейчас вот третья. Покажу на примере вот этой фотографии. Мы можем такие странные необычные фигуры создавать из шрифтов, из наших букв. Я зайду на вкладку вставка, выберу инструмент надпись. Вставлю сюда надпись. И добавлю какую-нибудь букву. Например, W. Зайду на вкладку главное. И выберу для этой буквы какой-то необычный шрифт. Причем вот здесь шрифт я заранее подготовил. Кстати, наверное, будет отличная идея сделать отдельный ролик, где скачивать шрифты для презентации. Но об этом не сегодня. Вот у меня получилась такая буква. И причем мы даже в эту букву уже можем ставить фотографию. Но перед этим нам нужно эту букву тоже превратить в фигуру. Как это сделать? А все очень просто. Точно так же захожу на вкладку вставка. Вставляю, допустим, фигуру. Тот же прямоугольник, квадрат. Отправлю его на задний план, чтобы мы видели букву. Выбираю сначала прямоугольник, затем выбираю букву. Захожу на вкладку формат фигуры. Здесь инструмент пересечения. И еще уберу у этой фигуры контур. Вот. Все. И даже в эту букву, в эту букву W, я уже смогу вставить, импортировать нашу фотографию. Сейчас быстренько продемонстрирую тебе, как это делается и как это будет выглядеть. Оп. Все. И даже вот в этой букве я могу оставить эту картинку. Но это же не все так просто. Мы с тобой пойдем еще дальше. И мы можем из этой буквы W комбинировать и создавать еще дополнительно другие фигуры. Если я нажму на кнопку Command D, либо у тебя на Windows Control D, то могу надублировать этих букв и из них складывать что-то необычное. Я сейчас для того, чтобы не затягивать это видео, не буду прям сильно заморачиваться. Но если посидеть минуты три, то из этих фигур можно составить действительно интересную композицию. Потом, когда я уже составил, мне нужно выделить все эти буквы. Захожу на вкладку формат фигуры. Тот же самый инструмент. Но сейчас я выбираю объединение. То есть получается у меня получилась вот одна такая фигура. Затем я помещаю фотографию. Выбираю фотографию под фигуру. Выделяю фотографию. Выделяю фотографию. Выделяю фигуру. Формат фигуры. Формат фигуры и пересечение. Тот же самый алгоритм. И дополнительно могу еще здесь ее обрезать и дополнительно как-то скадрировать. То есть поместить ее так, как мне нужно, на свой слайд. Увеличить. Но сейчас понимаю, да, получилась какая-то кваказябра. Но если посидеть, говорю, минуты три, то можно из этих букв сложить интересную композицию. Причем можно использовать даже не только W. Можно использовать разные буквы для того, чтобы вот эти очертания были совершенно разные. Она была уникальная. Сегодня, на момент записи этого видео, сегодня 4 сентября, у меня на канале уже 1130 подписчиков. 1130 нереально крутых ребят, которые хотят учиться, хотят развиваться, которые выбирают обучающий контент. Спасибо всем большое тем, кто подписывается. Я этому очень сильно рад. И финальное, как этот инструмент можно провернуть с видео. Здесь с видео немножечко алгоритм наш тоже будет отличаться. Но плюс-минус он будет похож. У меня есть вот здесь слайд, готовый уже есть заголовок, есть, к примеру, текст и есть видео. Для начала мне нужно видео расположить на слайде таким образом. Ну, плюс-минус, как оно у меня будет уже по финалу. Но если что, мы его сможем потом подвигать. Я вставлю, у меня в буфере обмена вот скопирована еще та вот буква W, которую мы делали на прошлом слайде. И я могу из этой W здесь уже комбинировать фигуру. Но для того, чтобы упростить себе задачу, я вставлю обычный прямоугольник, где у меня видео 100% будет. К примеру, добавлю его вот сюда, чтобы слишком много этих букв W не копировать. И сейчас ее могу уже увеличить в масштабе, как угодно повернуть и скрыть вот прямые линии, которые у меня есть от прямоугольника. И, допустим, я могу их копировать очень много. Опять же, сейчас на видео сделать довольно сложно. Давай я прямо сейчас минуты две посижу и попробую что-то из этого скомбинировать. Ну, плюс-минус, давай вот так. Потом, когда у меня здесь уже набросаны кучи фигур, я что могу сделать? Нажимаю Command-A, тем самым я выделяю все объекты. Мне из выделения нужно убрать текст, заголовок и само видео. Все, теперь у меня остались выбраны только фигуры. Я снова захожу на вкладку «Формат фигуры». Здесь выбираю инструмент «Объединение». Теперь это у меня вот такая большая одна фигура. Далее я захожу на вкладку «Вставка», выбираю снова «Фигуры», выбираю еще один прямоугольник и перекрываю весь слайд. Убираю его в левый верхний угол, растягиваю до правого нижнего. Потом выбираю прямоугольник, выбираю фигуру. То есть именно в таком порядке. Да, у меня две фигуры выделены. Захожу на вкладку «Формат фигуры», «Инструмент объединения фигур». Но сейчас выбираю «Вычитание». И у меня получается из этого прямоугольника вычитается то, что мы с тобой нарисовали. Выбираю все еще вот этот, да, обрезанный уже прямоугольник. Зайду на вкладку «Формат фигуры», сделаю его белым, контур уберу. Выберу видео, выберу прямоугольник и отправлю их на задний план. И запущу слайд-шоу, посмотрим, что получилось. Вот такой плюс-минус слайд получился. Выглядит вполне прикольно. Здесь очень много простора для креатива. Каждый слайд получается абсолютно уникальным. И это отличный инструмент, как разнообразить и сделать твои слайды ярче. Если хочешь еще больше уроков по PowerPoint, то приходи ко мне на большой онлайн-курс. Ссылка на него будет в описании. В описании ты сможешь ознакомиться более подробно с программой, стоимость участия. Если хочешь получать обратную связь от меня, для того, чтобы я разбирал твои слайды, выполнять домашние задания и вообще в целом научиться делать классные презентации, приходи ко мне на курс. А в следующем видео, которое выйдет через неделю на этом канале, мы с тобой сделаем вот такие слайды с неким параллакс-эффектом. Посмотрим, разберем, как это сделать, реализовать в PowerPoint. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить. И если у тебя получилось вообще что-то сделать классное по этому уроку, ты можешь свою презентацию, свои слайды загрузить, например, на Google Диск и в комментариях к этому видео скинуть ссылку на твою презентацию.